Всем привет! С вами Иван и, как обычно, события недели, а на этот раз из Новой Зеландии. Ну что, поехали! Бывшему премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Аддерн был официально присвоен титул дамы на церемонии в Великобритании. Церемония прошла в Виндзорском замке в Лондоне, а титул вручал принц Уильям. Еще в 2023 году, в честь дня рождения короля, она была удостоена звания дамы-кавалера Новозеландского ордена за заслуги. Это произошло через несколько месяцев после ее неожиданной отставки с поста премьер-министра. В сообщении в социальных сетях принц Уильям и его жена Кейт назвали ее другом, выдающимся защитником, а теперь и дамой-компаньоном Новозеландского ордена за заслуги. А за что это ей присвоили? Естественно, за заслуги перед государством. Орден за заслуги? За заслуги. Очень понятно и ясно. Теперь уже дама Джасинда назвала это огромной честью. Она сказала, что плещена возможностью быть здесь со своей семьей и рассматривает это как признание их заслуг и каждого человека, с которым она работала, а также каждого, кто ее поддерживал. А это включает в себя очень большое количество новозеландцев. Вообще, я заметил это, в принципе, наверное, как традиция какая-то вручать титулы, то есть премьер-министрам дама, либо делают сэром, да, в рыцарей посвящая так называемые. То есть это, в принципе, постоянно происходит. Ничего в этом удивительного нет. Просто традиция. Государственная больница Вайката запретила своим медсестрам разговаривать с пациентами на каком-либо языке, кроме английского. В памятке разосланный персоналу говорится, что высказывались опасения по поводу использования других языков и что исключительное использование английского языка во всех клинических условиях безопаснее для лечения пациентов. Один из врачей в госпитале сообщил, что меморандум явно направлен против медсестер из Индии, Филиппин и Тихоокеанских островов. Отвечая на вопросы СМИ, операционный директор группы Тефату Ора Вайката заявил, что служебная записка была отправлена персоналу, чтобы помочь уменьшить путаницу, поскольку знание английского языка в клинической среде является стандартной практикой и требованием Совета медсестер. Каждая медсестра должна владеть устным и письменным английским языком. Постоянное же использование одного языка снижает вероятность ошибок, неправильного понимания, повышает безопасность работы, ну и в принципе это намного удобнее. Причем, несмотря на то, что Терео, это маурийский язык, и новозеландский язык жестов являются официальными в стране, эти правила применены и к ним. В клинических условиях английский язык, как устный, так и письменный, способствует безопасности и поэтому ожидается, что это требование будет соблюдаться. Исключением является общение в то время, когда не принимаются решения или не планируется и не оценивается лечение. Этот меморандум уже вызвал волну критики среди медиков. А что вы думаете по этому поводу? Я свои пять копеек вставлю, я считаю, что это полностью правильно. Должен быть один язык общения, неважно в какой вы стране находитесь, язык должен быть, который преобладает, естественно. И на этом языке относительно работы все должны общаться, тем более в медицинской сфере. Это очень и очень важно. Конечно же, неприятно. Кстати, уже были звоночки, люди сообщали, что они не хотят, например, чтобы их обслуживали, к ним подходили медсестры из Азии, например. Такие случаи бывали в Новой Зеландии. Потому что они попросту не понимают, о чем между собой разговаривают. Вот и все. То есть, были жалобы на медсестер, то, что они между собой в смены разговаривают только на своем языке. И другие, кто сидят рядом, для них это не подходит. Это тоже не очень приятно. То есть, я знаю это по себе, я сам иностранец, и у нас в команде работают тоже русскоговорящие люди. И при всех, когда мы находимся вместе, мы, естественно, используем английский язык. Потому что это просто уважение и культура. Вот и все. А что касательно госпиталя, еще раз повторюсь, это безумно важно, чтобы все было произнесено правильно, и все друг друга поняли. Чтобы не было каких-то ошибок, а тем более фатальных. Правящая коалиция намекнула на введение ограничения на дополнительные сборы, которые люди платят за использование своих дебетовых и кредитных карт. Правительство Новой Зеландии подтвердило, что в течение последних трех месяцев оно работало над изменением комиссии за обслуживание транзакций. Министр торговли и по делам потребителей Эндрю Бейли заявил, что он ждет рекомендации от комиссии по торговле, прежде чем принимать какое-либо решение. Бейли заявил, что комиссия должна предоставить свои рекомендации в ближайшие несколько недель, так что люди могут ожидать объявления об изменениях в ближайшем будущем. Оппозиция в лице бывшего министра торговли и по делам потребителей, депутата парламента от Лейбористской партии, отреагировала на это заявление положительно. Бывший министр заявила, что предыдущее правительство также имело планы по решению этой проблемы. Но, к сожалению, времени, как всегда, не хватило, и они ничего не сделали. И она очень надеется, что нынешний министр положит конец дальнейшему обману со стороны поставщиков финансовых услуг. Это, кстати, один из немногих случаев, когда оппозиция полностью согласна с правящей партией, с правящим правительством, которое управляет в стране. Потому что в основном они друг друга поливают грязью, мы бы сделали лучше, мы бы сделали не так. Кстати, в Австралии запланированы такие же изменения, и это уже привело к недовольству сторонников использования наличных денег. На данный момент многие люди используют наличку попросту, чтобы не платить вот эти вот несколько процентов комиссии. Потому что карточкой расплачиваешься. Я понимаю, в супермаркетах большие суммы, там с тебя комиссию не берут. Но ты идешь, покупаешь кофе, мы уже об этом рассказывали неоднократно. В большинстве случаев от 0,7 до чуть ли не до 2% с тебя берут комиссию. Если один раз ты купил, ну это не так много. Но если ты постоянно покупаешь что-то и каждый раз ты переплачиваешь, ну не очень приятно. Поэтому многие люди, здесь в Австралии очень распространено, используют все еще наличку. И если эту комиссию убрать, вот сторонники наличных денег, сторонники теории заговора, что у нас хотят лишить денег полностью, ну оно имеет смысл под собой, да? Как бы, ну конечно, они из-за этого переживают. Комиссию отменят, и соответственно больше людей перейдут на безналичный расчет. Потому что разницы уже никакой не будет. По меньшей мере 30 сотрудников отделения радиологии и ультразвуковой диагностики больницы Крайщорча почувствовали себя плохо после вдыхания токсичных паров. Которые, скорее всего, попали в помещение из соседней стройплощадки через систему кондиционирования воздуха. Это привело к головным болям, проблемам с дыханием, появлением сыпи, а один из пострадавших даже оказался в реанимации. Также Министерство здравоохранения подтвердило, что им известно о наличии в составе радиологического отделения беременных сотрудниц. Им были предоставлены всевозможные консультации. Но сообщается, что для них не существует риска осложнений протекания беременности или какого-либо влияния на плод. По предварительным данным, химикат выделился после противопожарной окраски металлических несущих конструкций на соседнем здании больницы, которые строят. На данный момент все работы, которые связаны с любыми возможными химическими испарениями, приостановлены до окончания расследования. Ну и в продолжении темы Кращёрча и госпиталей. Новая операционная в частной больнице Форте в Кращёрче увеличит хирургические возможности, поскольку сектор здравоохранения изо всех сил пытается удовлетворить растущий спрос. По словам генерального директора больницы, это позволит проводить до 1800 дополнительных операций в год. Открытие запланировано на январь следующего года. Частная больница Форте расположена в центральной части Кращёрча. И помимо работы, как коммерческий госпиталь, сотрудничает с Health New Zealand, предлагая хирургические помещения государственной системе здравоохранения. Ну вот вам, пожалуйста, пример. То есть где-то мы не можем госпиталь в течение 10 лет построить, постоянно какие-то бюрократические проволочки, споры, ругань и так далее. То есть а цена из-за этого только растет. Здесь частный госпиталь процветает и радует людей. Опять же, в то же время, кто за это платит, платят налогоплательщики. Ну, тут как бы понятно все. Если вы не хотите платить за свой госпиталь, вы будете платить кому-то другому. Вот и все. Поэтому правительство платит частникам за то, что они будут лечить обычных граждан. Выгодно это или нет, я не знаю. Кстати, напишите в комментариях, может быть, кто-то разбирается в этой теме. Интересно будет послушать. Во вторник министр местного самоуправления Симеон Браун заявил, что он обратился за советом к чиновникам относительно имеющихся у него вариантов и пороговых значений для вмешательства в работу городского совета Веллингтона. Это произошло после того, как в четверг, недели ранее, совет проголосовал за остановку продажи своей 34-процентной доли акций аэропорта Веллингтона. После этого совет города собрался на срочное заседание, чтобы обсудить долгосрочный план города и не допустить вмешательства в управление городом правительства и назначение спецкомиссаров в совет города. Также совету предстоит найти способ заполнить огромную дыру в бюджете после решения не продавать свои акции. Ну, а после опроса обычных людей выяснилось, что многие не одобряют работу нынешнего совета города, ведь решения, принимаемые советом, не идут на пользу. В то же время, по мнению некоторых людей, нет ничего удивительного в том, что происходит с ситуацией. Конфликт неизбежен, когда есть правое правительство и левый городской совет. Хочу напомнить, что Веллингтоном управляют лейбористы в большинстве своем, да, и зеленые, а правительство у нас нейшнл, коалиции с двумя другими партиями. Тут, конечно, вообще странная ситуация, потому что если проблема в бюджете, все сразу кидаются продавать, распродавать какие-то свои владения, да, там землю, вот какие-то акции, в Окленде происходит то же самое, чтобы только-только покрыть расходы. И вроде как мы в шоколаде на ближайший год или два, а что мы будем делать потом? Вы все распродадите, и что произойдет потом, откуда вы будете деньги брать? Будете в долг брать продолжать или что? Ну, тут, мне кажется, все равно нужно искать какие-то серьезные другие решения, помимо того, чтобы взять и все продать. В августе полиция Новой Зеландии провела консультации с персоналом по предложению о сокращении 170 рабочих мест. А в эту среду подтвердила, что на прошлой неделе было принято решение о сокращении 173 позиций. Заместитель генерального директора по стратегии и эффективности сообщила, что сотрудники были проинформированы об окончательном решении на прошлой неделе, а изменения касались не полицейской корпоративной рабочей силы. Поскольку решение касается упразднения должностей, неизвестно, сколько сотрудников будут уволены до конца ноября, когда будет введена в действие новая корпоративная структура персонала. Что касается упразднения должностей, то сейчас полиция проводит сопоставление навыков затронутых сотрудников с целью их возможного перевода на новые вакантные должности. Изменения позволят полиции сэкономить 51,6 миллиона долларов за 4 года. То есть, в принципе, рекрутов набирают, штат полиции увеличивают, а вот офисный персонал пытаются сократить. То есть, у кого-то станет все равно больше работы. В любом случае, работа-то меньше не станет из-за этого. А вот давление на людей увеличится. Более миллиона новозеландцев имеют физические, ментальные, психические или другие нарушения. Но, по словам организации Excess Matters Auto-Aroa, Несмотря на то, что они составляют почти четверть населения, доступность остается второстепенной, когда речь заходит о транспорте. И хотя правительство недавно внесло изменения, призванные уравнять шансы, сделать предстоит еще очень-очень много. С 1 октября штраф за нецелевое использование парковок увеличится на 400%, со 150 до 750 долларов. По словам самих инвалидов, они постоянно сталкиваются в первую очередь с безразличием и неуважением водителей, которые перегораждают тротуары или попросту паркуются на них, заставляя инвалидов рисковать своей жизнью и выходить на проезжую часть. Также много проблем в общественном транспорте, где очень часто не работают пандусы для инвалидных колясок, и инвалид попросту не может забраться в автобус. Министр по делам инвалидов еще в августе заявила, что правительство взяло на себя обязательство оказывать поддержку людям с ограниченными возможностями. Именно поэтому мы выделили рекордную сумму в 1,1 миллиард долларов на финансирование услуг поддержки людей с ограниченными возможностями в бюджете этого года, заявила она. Однако представители оппозиции не верят, что нынешнее правительство сделает достаточно для улучшения положения граждан с ограниченными возможностями. Естественно, вы неправильно все делаете, вы ничего не сделаете, мы бы сделали лучше. Но почему вы не делали в то время, когда вы были у власти, остается загадкой. По поводу парковок на тротуарах я от себя добавлю, что это имеет место быть как в Новой Зеландии, так и в Австралии. Люди абсолютно не думают, и тут не только в инвалидах дело, естественно, на коляске ты будешь ехать, ты не можешь проехать, просто он паркуется поперек тротуара или переграждает вдоль тротуара. Бывают такие случаи, и он говорит, я здесь живу, я здесь работаю, и он не думает вообще, что он делает. И не важно, это инвалид будет, это будет ребенок на велосипеде, это будет мама с коляской или папа с коляской, тут не важно, да или просто пешеход. Пешеходная дорожка создана для того, чтобы по ней ходили пешеходы, и парковаться на ней запрещено. Национальный оператор железнодорожного транспорта Киви Рейл предложил вариант уволиться по собственному желанию всем сотрудникам. В электронном письме, адресованном всем работникам, директор по персоналу и коммуникациям сообщил, что этот шаг был направлен на реорганизацию бизнеса, снижение расходов и создание прочной основы для будущего роста. Тут стоит заметить, что это просто предложение, это не означает, что все будут уволены. Попросту я считаю, что решение не плохое, потому что если уж нужно сокращать, нужно опросить всех и сказать, мы вам даем компенсацию, у кого есть желание, у кого есть возможность, пожалуйста, вы можете уйти с конкретной должности, чтобы кто-то, кому действительно нужна эта работа и другую он не сможет найти, мог продолжать работать. В принципе, вариант неплохой, если других выходов просто нет. Транспортный оператор уже несколько месяцев предлагает сократить рабочие места в попытке снизить расходы. А ранее предлагал некоторым бригадам возможность подать заявление на увольнение. В том же письме говорится, что у сотрудников есть две недели, чтобы подать заявку, а Киви Рейл примет решение о том, какие заявки были приняты примерно 11 ноября. Такая вот оптимизация расходов получается. Ну и в конце немного о весенней погоде в Новой Зеландии. В Окленде на следующей неделе ожидается 11-12 градусов ночью и днем около 20. Во вторник возможны осадки. Ну а в край, черче, например, ночью в районе 8, а днем температура поднимется до 20-22 градусов. Будет переменная облачность, но без осадков. Ну вот такие на сегодня у нас получились новости. Если вам все понравилось, обязательно поддержите нас, подпишитесь на канал. Это очень и очень важно, чтобы не пропустить очень много интересного. А я с вами прощаюсь. Всем только хороших новостей и хорошей погоды. Пока!